Библиотека семейного чтения провела онлайн-конкурс ко Дню Победы. На протяжении двух недель участники отправляли видеоролики, на которых читают стихотворения и прозу. Члены жюри оценивали выразительность, чтение наизусть, эмоциональность, также чтобы текст и содержание текста, и размер текста соответствовал возрасту, то есть не маленькая чета растишься, а достаточно большие стихотворения. Обычно сотрудники библиотеки устраивали конкурс чтецов для младших и средних классов, но в этом году решили сделать упор на взрослое поколение. На суд жюри было представлено более 30 работ, из которых выбрали 15 лучших. Призёров пригласили на награждение и вручили заслуженные награды из рук официальных лиц. Историческая память хранится в архивных документах, фото, видеоматериалах, а также в литературных произведениях. И огромная благодарность вам, что вы храните и чтите эту память, что принимаете участие в конкурсах и снова и снова отправляете нас в те события, чтобы мы прочувствовали это. Одним из победителей стал Илья Парамонов, студент Индустриального института. Будущий бурильщик душой связан с прозой и постоянно участвует в подобных мероприятиях. На конкурс парень представил стихотворение Константина Фролова-Крымского «Не будите русского медведя». И когда уверенность в победе доводила вас до сладкой дрожи, рык утробный русского медведя раздавался вдруг у вас в прихожей. Здесь задеваются именно наши противники, наверное, которые пытаются выразить ненависть к России, к русским. И именно русский медведь здесь является главным образом. Здесь выражается дух медведя, и я чувствую, что у меня такой же дух, такая же сила, и мне комфортно читать данное произведение. Чтением стихотворения Ольги Бергольц «Пусть голосуют дети» зрители покорила София Кустова. Девушка представила на конкурс произведение, повествующее о жизни детей во время Великой Отечественной войны. Тема достаточно тяжелая для нас всех, но я считаю, что об этом нужно говорить, поскольку, как женщина, я все равно считаю, что детям на войне не место, и говорить об этом нужно. И это стихотворение откликается, на самом деле, очень сильно у меня в душе, потому что оно так или иначе соприкасается с нынешней ситуацией. Пусть ветеран, которому отроду 12 лет, когда замрут вокруг, за прочный мир, за счастье народа поднимет ввысь об руки детских рук. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий и участники СВО. Они вручили награды победителям и поблагодарили за участие в патриотическом конкурсе. Пользуясь случаем, в торжественной обстановке бойцу Павлу Ефремову также вручили награду, которая ждала его почти год – медаль за штурмовые операции.